Как делают брынзу И, заканчиваясь сербскими историями, расскажу еще одну. Раз ночь застала нас на дороге среди каких-то построек и распаханных полей. Там, где и разложить спальный мешок негде. Ловить машину в темноте не имело никакого смысла, и мы пошли искать ночлег. В одном домике горел свет, мы постучались и попросились переночевать. Там жила чета пожилых крестьян. Нас они приняли очень радушно, пригласили за стол разделить их скромный ужин. Жареный перец, брынза, помидоры, лук, хлеб. Стали расспрашивать, чем мы занимаемся. Я тогда уже учился в докторантуре и представился студентом. Слово это было им незнакомо, они попросили пояснить. Ну, что-то вроде школьника, говорю я. Учусь разным вещам. Хозяева были поражены. Как это может быть? Такой взрослый и еще школьник. Я сам вот два года в школе учился, говорит дедушка. Сколько ж учишься ты? Я стал считать на пальцах. Десять лет школа, потом университет, академия, докторантура. Девятнадцать лет уже, говорю. Ну и ну, разводят руками крестьяне. Какой ученый человек? Наверное, все уже постиг, все знать должен. Кушай брынзу. Мы сами делали. И тут я совершил роковую ошибку. Я спросил, как они делают брынзу. Разочарование было полным и необратимым. Учишься девятнадцать лет и все не знаешь, как делают брынзу? Чему ж ты учишься? И зачем тогда так долго учиться? Крыть мне было нечем. Со своей точки зрения они были совершенно правы. Я ощущал себя полным неучим. И, наверное, вполне заслуженно. Продолжение следует...